Там грызг, ты слышишь? Нет, Вася! Это пылающее судно, носитель крылатых ракет «Калибр» и по совместительству один из самых современных кораблей Черноморского флота России. Как говорят моряки, на пушках «Аскольда» даже муха посидеть не успела. Поражённая с филигранной точностью за морским скалпом судна недавно только спустилась на воду и даже не успела запустить ни одной ракеты в сторону Украины. Помимо восьми установок для «Калибров» на борту «Аскольда» даже размещался ЗРК «Панцирь-М» и комплекс беспилотников «Орлан-10». От такой оплюхи от ВСУ Путин будет отходить ещё очень долго, ведь в арсенале «Кровавого диктатора» остаётся всё меньше игрушек, а если быть точным, то лишь одна и та бракованная. Перед вами предмет гордости Кремля. Любимая игрушка Путина и по совместительству единственный в составе МВФ России тяжёлый авианосец, адмирал флота Советского Союза Кузнецов. По-простому Кузя, а возможно и бедный Кузя, потому что бесслёсно это жалкое зрелище, просто не взглянешь. Мешного мало. Тёмный дым свидетельствовал о далеко не самом лучшем состоянии машин крейсера, а вместо нормальной для себя скорости в 29 узлов, адмирал Кузнецов мог развить максимум 14. Это кадры времён, когда Кузя отправился к берегам Сирии. По задумке Кремля, это должно было выглядеть поистине величественно и ужасающе. Все агентства, все телеканалы всего мира следили и продолжают следить за эскадрой российского ВМФ, которая впервые вышла не в учебный, а в боевой поход. По факту же весь мир и правда содрогнулся вот только не от испуга, а от ужасающего состояния путинского флота. Одни называли крейсер авианосцем-курильщика, другие подписывали фотографии с дымящимся кораблём «Подари дрова» и сравнивали его с исландским вулканом «Маяфетлай-Укудль». Люди противоположных взглядов писали, что авианосец напугал Запад и НАТО истерит. Все точки над «и» тогда расставили эксперты. Ну и что, что дымит. А не важно, что дымит, главное, что идёт. Да, совершенно справедливо. Это неудивительно, ведь Кузи впервые спустили на воду ещё в далёком 85-м году. И мало того, что за всё это время псевдовеликая страна так и не смогла обзавестись хотя бы ещё одним авианосцем, так вдобавок ко всему и нормального ремонта бедный Кузя никогда не видел. По результатам последнего похода в Сирию 17-го года, вот когда он беспощадно дымил, да, закоптил всё европейское побережье, он ещё получил новую кличку «Недоносец». Ну вот, ну это авианосец, недоносец. Почему? Во время своего похода он без всяких боевых действий потерял два истребителя. Да-да, худобедно великий российский флот тогда-таки дошёл до берегов Сирии, а дальше стали падать те самые самолёты, которые Кузя с таким трудом тащил на себе. Российский истребитель Су-33 разбился при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов». По сообщениям российских информагентств, самолёт выкатился за пределы палубы. Это уже второй истребитель, который потеряла Россия из той группы, которая прибыла к Сирии в составе флотилии, которую возглавлял «Адмирал». Там же был потерян и МиГ-29К, но у Путина, как всегда, всё пошло по плану. И блестяще справились с поставленными задачами. Гордости бункерного за этот крейсер не было ни конца, ни края. Россия неоднократно заявляла, что аналога их Кузнецова не сыскать даже в США. При этом, после единственного боевого похода 2017 года, Кузя до сих пор стоит на ремонте. Так и хочется спросить, сказал? Сказал. Сам-то понял, что сказал? Что касается Америки, с которой Путин так отчаянно хочет соревноваться, то там подобного металлолома просто-напросто нет. Вместо одного недокорабля РФ на вооружении штатов стоят аж 11 авианосцев. Самым новым и передовым из них по праву считается Джеральд Форд. Военное судно носит имя 38-го президента США, который служил в военно-морских силах во время Второй мировой войны. Стоимость этого водного гиганта оценивается в 13 миллиардов долларов. В данный момент экипаж Джеральда Форда состоит примерно из 5200 человек, из которых 2700 – это, собственно, экипаж корабля, и 2500 – это авиагруппа. Это корабль нового поколения. Он принят в состав флота США в 2017 году и стал первым авианосцем нового типа, построенным за последние 40 лет. Длина корабля составляет 337 метров, а высота – 76. Он оснащен двумя ядерными реакторами, которые позволяют развивать скорость до 30 узлов. Это более чем 55 км в час. При этом эксперты уточняют, не каждый сухопутный аэродром способен разместить у себя настолько большой парк авиационной техники до 90 единиц. На его борту находятся самопалубные самолеты пятого поколения F-35, соответствующие морской варианта. Также истребители-штурмовики F-18 «Суперхорнет». Эти авианосцы имеют на борту самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые постоянно, вот в случае нахождения в боевом походе, они постоянно находятся в воздухе. Водоизмещение этого гиганта – почти 100 тысяч тонн. При этом Джеральд Форд может находиться в автономном плавании до 120 суток. Кроме того, этот корабль плавает не сам по себе, а в составе авианосной ударной группы. То есть противовоздушной и противолодочной обороной этого корабля занимаются как минимум один ракетный крейсер и от двух до четырех эсмитцев. А противолодочная оборона – еще и одна атомная подводная лодка. Но не ракетная, а торпедная. С любой сферы, значит, к нему подкраться практически невозможно. О таком полупьяные российские матросы в рваных тельняшках могут только мечтать. До американцев им как до Луны. А вот кто действительно может претендовать на то, чтобы тягаться с авианосцами США, так это Поднебесная. Летом прошлого года они спустили на воду судно класса Type 003. Его назвали «Фудзянь». По размерам это как три футбольных поля. На сегодняшний день авианосец проходит этап испытаний. И ожидается, что до 2025 корабль войдет в состав морского флота КНР. Он основан на недостроенном советском авианесущем крейсере «Ульяновск». Но если на «Ульяновске» планировалась ядерная силовая установка, то на всех китайских кораблях используются обычные силовые установки, не ядерные. Главным новаторством китайских инженеров стала система запуска самолетов. Если авианосцы предыдущих типов использовали стандартную систему тросов для приземления и гидравлическую для взлета, фактически прыгали в море с трамплина. Type 003 перешел от гидравлики к электромагнитным пушкам. Есть чем удивить китайскому авианосцу и в плане вооружения. Type 003 оснащен новейшими крупнокалиберными арт-системами, а защищает гиганта и вовсе плавучая система ПВО, которая по некоторым данным оснащена самонаводящимися лазерами, прикрывает судно Type 003-40 истребителей. На борту у него будет находиться стандартно, как на всех китайских кораблях, 40 боевых самолетов. Но здесь уже кроме Шеньянгов J-15 будут также Шеньянги J-35. Это китайский вариант, активно сейчас в разрабатывании, китайский вариант истребителя пятого поколения. Но на этом китайцы не остановились и не так давно спустили на воду Джуха Юнь. Это беспилотный авианосец. Он оснащен уже традиционным для подобных современных гигантов АТО. Субтитры создавал DimaTorzok Пассажирский корабль, размеры его тоже небольшие, 88 метров. Длина, ширина 14 метров. Водоизмещение, сравните, авианосец 80 тысяч тонн, здесь 2000 тонн. Всем этим будет управлять единый искусственный интеллект, способный координировать запуск, перемещение и возвращение на борт. При этом все компоненты на Джуха Юнь, программные и аппаратные, произведены и разработаны в Китае, без привлечения внешних специалистов и производств. Джуха Юнь, он сугубо экспериментальный, но на его базе, в дальнейшем, если испытания пройдут успешно, вполне можно создавать беспилотные ударные комплексы. То есть как корабль беспилотный, так и средства поражения с него беспилотные. И с такими передовыми судами пытаются конкурировать ржавые остатки российского флота. Ставить МВФ Китая, а то и вовсе Соединенных Штатов, в один ряд с путинскими недоносцами, курам на смех. Как видим, авианесущая группировка американского флота является по-настоящему грозной силой, которой противостоять не сможет ни одна страна в мире. Понравилось это видео, тогда ставьте лайки и пишите в комментариях, о каких еще типах вооружения вы бы хотели узнать. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала. Субтитры создавал DimaTorzok